Всем привет! Сегодня 17 августа. Я решил записать очередное видео про e-commerce. И сегодняшнее видео я постараюсь сделать коротеньким. Просто хочу рассказать про то, что такое реклама, как она выглядит, и в принципе просто объяснить людям, для чего она... Ну, не для чего она нужна, естественно, понятно, для чего она нужна. Она приводит людей в магазин для того, чтобы они совершали покупки. Но хочу как бы рассказать немножко людям, как примерно выглядит реклама, на что стоит рассчитывать. И я себе это представляю примерно вот так. Когда мы хотим собрать пазл, то если у нас есть коробка от этого пазла, на нем сверху нарисована картинка этого пазла, и мы знаем, что мы пытаемся собрать. Мы знаем, как оно должно выглядеть, какой должен быть финальный результат. Поэтому, в принципе, нам проще подбирать кусочки, проще находить цвета, подставлять. Ну, и все это ускоряется. Весь этот процесс ускоряется. Если же нам достался пазл от кого-то, кто-нибудь нам его подарил и принес нам его в мешке, то мы не знаем, как он будет выглядеть, какой финальный результат, и нам его собрать очень тяжело. Поэтому сложнее гораздо подобрать все эти кусочки и составить вот эту целую картинку. Поэтому я бы хотел просто показать сегодня вот эту целую картинку изначально, а потом уже более детально начать рассказывать про каждый кусочек этого пазла. Так вот, ну, это просто как бы сегодняшний день. Сегодня вот у меня было там 713 посещений. Продал я на 1200, ой, 1600, 21 заказ. Ну и так далее. Переходим к тому, что откуда пришли эти продажи. Вот мы видим, что у меня 21 продажа. По рекламе сегодня вот через Google ко мне пришло 4 покупки. Эти покупки, ну, как бы, во-первых, эти покупки, они сами по себе с задержкой. Но вот то, что мы видим здесь сегодня, я потратил 63 доллара на рекламу, у меня купили 182, я в этой цифре никак не разочаровываюсь пока. Хотя я считаю, что хорошая реклама – это 1 к 4. Все, что меньше, чем 1 к 4, это плохой результат. И, ну, в принципе, нужно еще поднастраивать, есть к чему стремиться. Это в моем понимании, моя реклама, это мое такое мнение. Естественно, будут те, кто скажет, что 1 к 10 или 1 к 100 – это шикарно. Но для кого-то и 1 к 2 или 1 к 1 – это тоже хорошо. Все зависит от ниши и от многих других факторов. Итак, здесь вот мы видим, что я потратил 60, у меня купили 180. Почему я не расстраиваюсь в этой цифре 60? Потому что есть многие люди, которые по моей рекламе пришли, положили вещь в корзину и все еще думают купить, не купить. И до завтра, ну, в принципе, у них есть 30 дней для того, чтобы совершить эту покупку, чтобы эта покупка засчиталась вот в эту вот корзину, то есть, ну, именно в сегодняшний день. И тогда она здесь отобразится. То есть, если мы, допустим, через месяц вернемся назад на август 17, то мы, возможно, увидим совсем другую картину. То есть, я потратил 63, а заработал там, я не знаю, 250, 350 и так далее. Поэтому, в принципе, как бы, ну, это не совсем правильный показатель смотреть сегодня на сегодня, но я просто показываю свой сегодняшний день, чтобы можно было немножко представлять. То есть, у меня было 21 продажи, 4 из них пришло из Гугла. И если мы посмотрим Bing, это Microsoft, то здесь я потратил 110 долларов и заработал 950, то есть, примерно 1 к 9. 1 к 9 – это шикарный результат. А, 12 конверсий, то есть, 12 продаж. 1 к 9 – это шикарный результат. И с таким результатом, ну, я думаю, что недолго можно стать миллионером, если бы он был на постоянной основе. Естественно, он, к сожалению, пока не на постоянной основе такой, он варьируется. Но я очень стараюсь придерживаться 1 к 4. Для меня это критически важно, чтобы у меня было 1 к 4. В принципе, можно, ну, скажем так, рекламироваться гораздо более агрессивно, но пока, если это не для меня, я никуда не спешу и не разгоняюсь. Тем более, что рекламой, как бы, я занялся настройкой, ну, активно только вот последнее время. До этого у меня было всего лишь несколько кампейнов, на которых я работал и зарабатывал. А все остальные у меня были просто, как бы, ну, скажем так, 1 огромный кампейн, который задержал все остальные продукты. И, в принципе, я, как бы, вообще их не трогал, а не работал над ними. Они там жили своей жизнью. Так вот. Я последнее время, ну, как бы, с тех пор, как начал записывать вот эти вот видео, решил посмотреть, что люди рассказывают про рекламу в Ютубе. И я увидел такую тенденцию. В основном в Ютубе рекламируются маркетинговые агентства. И, ну, не обязательно маркетинговые агентства. Это могут быть и те люди, которые настраивают рекламу для других. У них может быть действительно результат там где-то иногда получше, чем, скажем так, тот, который я здесь вот рекламирую или показываю. Ну, сказал бы, это рекламирую, потому что я это просто показываю. Но я никакой сервис никому не продаю. Но в чем разница? Разница в том, что то, что они рассказывают, я считаю, человек, который сам делает рекламу для себя, оно вообще неприменимо. Я бы никогда не воспользовался теми стратегиями, которые пользуются они, потому что их стратегии очень агрессивные. И они сливают очень большие объемы денег, ну, как бы впустую, скажем так. Для меня такое не подходит. Тем более, что я начинал совершенно с нуля. И у меня просто не было лишних денег, которые я готов был сливать в рекламу. Я уверен, что многие, кто сейчас будет начинать, для них, скорее всего, моя стратегия будет гораздо более актуальна, чем та, которую предлагают многие вот эти маркетинговые агентства. Маркетинговым агентствам, в принципе, мы, как вот маленькие какие-то такие магазинчики или людишки неинтересные. Они охотятся за большими корпорациями, а у больших корпораций, может быть, ну, им проще нанять маркетинговое агентство, как-то больше доверия, чем нанимать какой-то внутренний департамент, набирать людей, кого они сами не знают даже, как им интервью давать. В принципе, я не представляю себе, как нанимать людей на работу рекламу, потому что если человек знает и умеет делать рекламу, он не пойдет никуда работать, он будет работать сам на себя и будет делать рекламу сам на себя. А если он не умеет, скорее всего, он пойдет работать на кого-то, будет брать чужие деньги и играть за чужие деньги. Но сейчас не об этом, это все мои догадки, мои личные мнения. Я просто хочу показать, как я настраиваю рекламу и как я бы всем советовал настраивать рекламу, кто только начинает и заходит в e-commerce магазин. А, ну и еще такой быстренький. Вот здесь мы видим, что у меня было 12 конверсий, 4 заказа, то есть это 16 заказов, 16 заказов через рекламу, всего сегодня было 21 заказ. Итого опять заказов пришло, ну как бы мимо рекламы. То есть это, скорее всего, какие-нибудь repeat customers, повторные клиенты, ну или органика, или рекламы, но которые еще там не засчитались сюда, потому что есть некоторые, смотря откуда они приходят, через какие sources, то занимает некоторое время, чтобы они попали сюда, скажем так. И опять же здесь мы видим то, что я и рассказывал, что сейчас вот у меня 1 к 9, то есть я потратил 109 долларов, но эти 109 долларов еще пока как бы рано сказать, что все, это вот с этих 109 долларов только вот это заработалось и все. То есть вполне есть вероятность, есть целых 30 дней, ну у меня, по крайней мере, так стоит в настройках, что 30 дней после того, как произошел первый клик, есть, ну как бы они учитываются в то, конвертируется человек или нет. То есть он может, я не знаю, положил корзину, например, в пятницу, положил вещь в корзину, например, в пятницу, потом ушел на выходные, отгулял выходные, суббота, воскресенье, вернулся в понедельник и такой, блин, да нет, надо все-таки купить. Зашел, купил и в таком случае это засчитается в конверсию как бы вот сегодняшнего дня, потому что он же все-таки пришел сегодня. Поэтому, ну как бы эта цифра, она такая плавучая, но все равно вот результат как есть. Дальше. У меня в магазине примерно 10 тысяч продуктов и эти 10 тысяч продуктов разбиты на категории. Если зайти сюда, можно посмотреть все категории и у меня есть ошибка какая-то. Я не знаю, почему одна категория повторяется два раза. Какой-то сбой в системе, надо будет перепроверить, что могло здесь произойти. Ну, в общем, есть у меня здесь вот 300 категорий. И каждый из этих категорий, сейчас на каждую из этих категорий у меня есть свой кампейн. Раньше большинство этих категорий у меня все содержались в одном кампейне, который назывался Rest of Products, просто все остальные продукты, потому что мне просто было так удобно. Ну, у меня просто, честное слово, не было времени заниматься всем этим. Где этот вот Rest of Products? Вот раньше у меня было вот в этой вот категории, у меня были тут 99% продуктов всего магазина содержались, просто одна эта, ну, получается, как бы ее настраивать никак нельзя. И это было, ну, просто потому что не было времени заниматься рекламой. В принципе, у меня и сейчас-то не особо есть время ей заниматься. У меня как бы все это вот на самотеке есть. Я там время от времени захожу, где-то что-то подшаманиваю, и, ну, оно все равно пока просто висит все в воздухе. Я не потому, что как бы не хочу этим заниматься, или там вот прям совсем нет времени, просто мне эта тема не нравится, мне медицина не нравится, я хочу ее продать, уйти от нее. И поэтому, ну, я не могу на ней фокусироваться просто физически. Я не могу себя заставить над ней работать. Не знаю, как это объяснить по-другому. Но я когда изначально заходил в нее, я думал, медицина вечная, на ней можно зарабатывать. В принципе, я не ошибился, не ошибся. На ней можно зарабатывать, но нужно еще и любить, наверное, это направление. Я это направление совершенно не люблю, оно мне не нравится. В нем есть очень много подводных камней. Залезть в него очень-очень тяжело было. Сейчас стало еще в сотню раз тяжелее. И каждый раз что-нибудь всплывает, какие-нибудь ограничения, которые надо находить, как можно обойти. Свои нюансы, свои подводные камни. Но, в принципе, как бы я фокусируюсь немножко на другом проекте, поэтому этот для меня так он живет своей жизнью где-то там есть. Я по чуть-чуть его развиваю, потому что я хочу его когда-нибудь в будущем продать. Ну и все. И как бы вот я просто настраиваю для того, кто после меня все это дело возьмет и продолжит. Но есть вот как бы все вот эти вот... Это называется product type. Ну, это называется категория. В Shopify это называется collection. У меня коллекшены настроены по типу продукта. То есть у каждого продукта, если зайти в любой продукт, у него есть, что называется, вот product type. Вот по этому product type я составляю кампейны. И в каждый кампейн заходят только продукты вот этого вот типа. Чтобы можно было бы такого легенького показать, здесь легенького, я думаю, посмотрим. Это вот такая последняя категория, над чем я вот начинаю, скажем так, работать. То есть вот недавно я переделал все картинки на ней, переделал все описания, и сейчас повторно переделываю описание опять. Ну, я вообще, в принципе, кардинально переделал эту категорию, потому что до этого она называлась совсем по-другому. И я потом кое-как дошел, там не буду сейчас рассказывать как. Итак, вот существует такая вот вещь, где можно зайти сюда, ну, в Tools and Settings, зайти в Keyword Planner и посмотреть кейворды, и посмотреть вот их предсказания. Посмотрим Search Value. И у меня, по-моему, было Fall Resistant Sucks. Я не помню, как у них там Fall Resistant Sucks или... А, Sleep Resistant Sucks были, да? Resistant Sucks. И мы сделаем теперь Hospital Sucks. И как-то еще было другое название. Я уже сейчас тоже не помню. Но было другое название. Ну, в общем, смысл в чем? Смысл в том, что я вбиваю эти кейворды, и она мне показывает объем месячных поисков. То есть я вижу, что Hospital Sucks ищут 6600 раз в месяц, а Sleep Resistant Sucks ищут всего 390. Ну, короче, как-то до этого у меня они все были называли совсем по-другому. Там в них вообще не было ни одного слова Hospital Sucks. Ну, и какие-то были там такие левые слова, которые, в принципе, вот поисковый объем у них был прям вообще минимальный. Ну, вот я начал работать над этой категорией сейчас. И, если честно, даже сегодня была одна продажа. Причем купили сразу 6 носков. Но, опять же, не об этом. Возвращаемся к нашим кампейнам и идем к Sucks. Sucks. Они так меня не перекидывают в нем. Вот, Hospital Sucks. Вот, мы идем сюда. И можем посмотреть кейворды. Кейворды. А, день был выставлен сегодня. Давайте посмотрим за все время. И кейворды. И она мне не хочет показывать... А, я извиняюсь. Search Storm. Они раньше кейворды и Search Storm раньше были в кейвордах. Сейчас они в кейвордах оставили только негативные кейворды. Это почему-то не очень удобно. И я почему-то все время забываю. Так вот. Что такого особенного в шаппинг-кампейнах этих? То, что мы можем посмотреть именно те запросы, по которым нас находят. И здесь можно посмотреть по импрессиям. Impressions. Impressions – это отображение, сколько раз наша реклама отображалась по определенному запросу. И мы понимаем, что, допустим, Hospital Sucks на первом месте запрос. Вот 800 было отображение нашей рекламы. И 9 раз нажали на нашу рекламу, чтобы зайти в наш продукт. Но тогда у меня этот продукт был, как сказать, ну, картинки были вообще просто ужасные. И описания, в принципе, вообще не было. Ну, и то и сейчас оно не совсем правильно. Нужно доделывать. Так вот. Здесь можно смотреть по запросам. И из этих запросов можно формировать уже потом описание. Ну, для кого-то, если кому-то нужно статьи и все остальное. Через какой-то период времени я просто специально выбираю вот эту категорию, потому что я не хочу показывать категорию с конверсиями. Ну, как бы, потому что это моя личная информация, которую я не очень хочу разглашать, чтобы не набивать себе конкурентов. Но через какое-то время у меня здесь начинается появляться конверсия по определенным запросам. И после того… Это, кстати, шаппинг-кампейн мы сейчас смотрим. Вот он называется шаппинг. Есть три вида кампейна. Есть шаппинг-кампейн. Есть… Ну, их есть намного больше, но, в принципе, как бы фокус на три вида. На шаппинг. Есть Performance Max. Это самый ленивый кампейн, где Google, типа его Artificial Intelligence делает все за нас, но я бы не сказал бы, что я ему доверяю. У него есть хорошие результаты на некоторые категории, на некоторые очень плохие результаты. Ему надо очень много потратить денег, чтобы, в принципе, сказать, будет он работать или нет. И я не знаю, как бы, кто на это готов, кто не готов. Но я доверяю самому себе, поэтому я выставляю шаппинг-кампейн и начинаю всегда с шаппинг-кампейна. Это у меня всегда первый, потому что здесь можно поставить минимальные клики. То есть вот сейчас мы посмотрим, здесь у меня сейчас стоит, что максимальный клик 5 центов. И он специально так стоит, если я поставлю… Ну, у меня здесь, правда, CPC Average 19 центов. Это значит, что в какой-то период времени там мог случайно где-то выставить, что он чуть больше. Но я специально выставляю маленький CPC. Мне не нужны сами клики, мне нужны именно вот просмотры. То есть мне нужно собрать количество вот этих вот search-тормов. Потому что когда у меня будет достаточное количество этих search-тормов, я могу начинать работать с этим определенным кампейном. То есть сейчас у меня здесь, вот если мы посмотрим search-тормов, вот каких-то всего-то у меня в этой категории, я не знаю, штук 15 носков. И search-тормов запросов 472, что на самом деле немного. Потому что есть категории, в которых по 40 тысяч запросов. Но в чем трудность работы с рекламой? Трудность в том, что запросы бывают и на других языках. Если мы пойдем в Translate, мы можем посмотреть, что это такое. Я работаю с Translate там каждый день. Нескользящие носки из старик. Ну вот, я не знаю, что это. Китайский, корейский, японский. Я их не различаю. Читать не умею. Есть некоторые языки, которые я вот так вот учу. То есть у меня много... Часто бывают запросы на иврите, часто бывают запросы на испанском. Ну, естественно, как бы 90% на английском. Но бывают и китайские, и на русском, и на украинском, и на многих других языках. В принципе, запрос-то хороший. Не скользящие носки старик. Ну, то, что нужно. Единственное, что не сказал, что они прям специфически для стариков. Но они не скользящие носки. Поэтому хороший запрос, он здесь остается. Но, допустим, вот этот вот запрос. Wholesale, Diabetic, Saks. Эти носки, они не диабетические. То есть этот запрос на самом деле сюда не актуальный. Почему я еще говорю? Он мне сюда вообще не актуальный. Потому что у меня есть специальная категория для Saks. Для диабетических носков. Вот. Есть категория именно специальная для диабетических носков. Поэтому это здесь я как раз занесу как негативный кейворд на весь кампейн. То есть если и это exact match. Вот он стоит в таких кавычках. Это значит, что именно вот эту фразу всю целиком должны написать для того, чтобы к этому кампейну не привели. Поначалу я исключаю только в таких кавычках. То есть exact matches я делаю. Не знаю, я не буду сейчас вдаваться в подробности, как работают phrase match, exact match или broad match. Но все, кому интересно, можете погуглить, поискать, какие виды разных вот matches существуют. Ну и как заносить в негативные кейворды. Поначалу я всем советую заносить конкретные фразы в этот вот exact match. Потом можно зайти в список негативных слов и там уже начать смотреть, какие фразы там существуют. И в принципе можно их начать переделывать в phrase match. Короче, сейчас не буду никому ломать как бы голову этим всем. Просто вот я как бы заношу вот это. И если кто-то напишет вот эту вот фразу в эту категорию, ну как бы именно вот этот вот hospital sucks в этот кампейн, он уже не попадет. И весь секрет рекламы заключается именно исключить все слова, которые не актуальны для нашего кампейна. Вот мы идем дальше. Допустим, bunt, care, sucks. Честно сказать, наверное, это не подходит сюда. Я даже не знаю. Ну как бы, но это реально не они. Я просто, как говорил, что я не разбираюсь в этих продуктах. Поэтому, ну, пока я это оставлю здесь. Не знаю, посмотрим, что еще есть. Это подходит, подходит. Теперь. FairSax тоже не знаю, что это могло быть и... Это может быть и груша, а может быть и они хотели написать fair типа как пара с ошибкой. Ну, не знаю, пока я оставлю. Там импрессия всего лишь одна, поэтому не актуальна. Естественно, исключать надо всегда из головы, из самых больших импрессий, сколько вот. Что из самых таких частых запросов самое не актуальное. Вот я не знаю, что такое Hayler-Tax, надо будет посмотреть. В принципе, здесь более-менее все хорошие запросы. То есть, вот когда я вижу, что запросы хорошие, актуальные, продукт у меня хорошо сделан, у него хорошее описание, так, где там эти Saks, где, да, делюсь. Вот они. У них красивые картинки, у них хорошее описание, у них хорошие заголовки, все прекрасно, все замечательно, цена хорошая, то тогда можно смело начинать накручивать стоимость на рекламу. Но сейчас, пока еще здесь, это очень рано делать. Вот как я объяснял, что если мы пойдем в ад-группы, здесь ад-группы, то здесь сейчас у меня существует только одна ад-группа. Это, ну, так не должно быть. Должно быть столько ад-групп, сколько существует фирм, которые... Ну, нет, не то чтобы должно быть. Это как делаю я. Для меня должно быть, для того, чтобы я начал раскручивать рекламу, должно быть сначала еще как минимум разбито все по своим ад-группам. В данной категории носков у меня будет еще как минимум 4 ад-группы. То есть каждая фирма, каждый производитель получит свою ад-группу. И когда-нибудь здесь будет 4 ад-группы. И нужно будет в каждой ад-группе еще исключить так, так, чтобы, если кто-нибудь, например, напишет, что они хотят купить вот эти вот policy socks, то чтобы им не отображались Cardinal Health носки, чтобы им не отображались Brick, чтобы им не отображались вот эти, а чтобы им конкретно отображались policy socks. Для этого я разбиваю каждый по производителям. То есть если кто-нибудь напишет просто hospital socks, то Google как-то рандомно покажет им носки из любой из этих категорий. Но если кто-нибудь напишет конкретно, допустим, policy hospital socks, то я хочу, чтобы им показали именно policy, потому что это то, что человек запросил. Как к этому прийти, я потом еще буду рассказывать. Это нюансы, но вот на сейчас просто как бы хочу объяснить, что существует куча категорий. У этих кучи категорий существует куча ад-группов. Эти каждая ад-группа собирает в себе сейчас для меня информацию, статистику, это search-тормы, которыми можно будет воспользоваться в дальнейшем. То есть вот у меня есть эти search-тормы, я знаю, что вот этими search-тормами можно, скажем так, с ними работать. Чтобы еще рассказать, если на рекламу посмотреть в долгом, скажем так, периоде времени, вот когда-то здесь поначалу, 2018 год, возьмем вот мое начало в рекламе, когда я еще нифига не понимал мне вообще, как она работает, что это такое, до вот 2020 года. Ну вот начнем с третьего квартала 2018 года, пускай будет 9 месяц, допустим, 2018 года, по что там было, по 2020, да, 2020. И что там второй квартал, ну пускай будет по апрелю. То мы видим, что я не разбираюсь вообще в рекламе, у меня никаких продаж не получилось, ну, заработать. Изначально я сделал ту же ошибку, как делают люди, я просто, ну, многие, я просто подумал, что чем больше я поставлю за клик, тем у меня будет больше продаж. Ну, я быстро понял, он потратил 220 долларов, а, средний клик, вот мы видим, что у меня здесь было вообще по 2.90, по 3 доллара, но я думал, что у меня прям деньги с неба посыпятся, этого не произошло. И я быстро снизил свою стоимость за средний клик, потому что, ну, я просто не мог себе позволить столько тратить. Вот я снизил стоимость за клик, естественно, как бы кликов у меня стало меньше, при этом также продаж никаких не было. И, ну, так вот продолжалось, продолжалось. И постепенно я снижал свою, а, нет, не снижал, вот стоимость за клик у меня примерно так и осталась. Ну, потратил я на это все, вот, 1000 долларов. Ну, и в какой-то момент, скажем так, где-то там я отключил рекламу на какой-то период, потому что я понял, что нифига у меня не получается. Но после этого я как-то решил все-таки продолжить, взял себя в руки. И я не знаю, с какого момента начались продажи. Давай посмотрим. Теперь с 20, да, 4, 2020 по, ну, 21, допустим, что было. Так, чтобы было проще смотреть, стоимость за клик средняя у меня сначала было 14, а, нет, сначала стоимость за клик у меня вот в начале 20-го года было тут по 80 центов, потом она резко пошла вниз. Вот 9, 13, 12, 10, ну, и вот она как бы упала вниз. При этом здесь мы видим, я уже продал на 10 тысяч долларов. Стоимость обошлась мне в 5 тысяч, чтобы заработать 10, ну, то есть 1 к 2. Что не очень хороший результат, но в любом случае у меня уже что-то начало получаться. Теперь продолжим с 21-го года, да. Так, делаем так, чтобы было более понятно. 4, 9, ну, и по, допустим, 22-й год. 4, 1, 22. Так, чтобы уже было. Вот здесь мы уже посмотрим. Вот уже какие-то начинаются движения. Здесь уже у меня стоимость 9 тысяч. Продаж у меня на 25 тысяч. То есть уже есть какой-то более-менее позитивный результат. Стоимость за клик как-то так варьируется, прыгает, но, как мы видим, стоимость за клик я оставил всю более-менее на низком уровне. Также можем посмотреть. Ну, продажи, в принципе, при высоких ценах стоимости за клик продаж больше не было. Продажи вот начали идти где-то здесь. Ну, и мы видим, что они растут, растут, растут. То есть стоимость за клик не всегда говорит о том, что будет много продаж. Ну, и если мы продолжим 23-й год, то мы видим уже результат. Здесь я потратил 23 тысячи, заработал 80, ну, примерно 1 к 4, чуть меньше, там 1 к 35, скажем так. То есть 1 к 3 к 5. Ну, что уже более-менее нормальный результат. То есть мы видим, что чего-то, скажем так, я добился все-таки. Так вот, в чем секрет этого всего? В двух словах. Это вот то, что я показывал до этого. То есть это мы берем кампейн, мы за ним следим, и мы убираем по самым минимальным кликам. Мы за ним следим и набираем вот этих вот search-тормов. Мы смотрим, по каким запросам наш кампейн отображается. И после этого мы все ненужные запросы, на которые мы, вот вообще они нам никак не подходят. Да, если мы продаем, не знаю, ручку, а у нас постоянно почему-то наша ручка отображается на запрос карандаш. И запросов карандаш, предположим, гораздо больше, там в два раза больше, чем ручка, да. То мы не хотим отображаться, чтобы наша ручка отображалась на запрос карандаш. Поэтому карандаш мы заносим в негативный, ну, как бы вот негативный кейворд. Ничего в этом плохого нет. Негативный это не значит плохо. Это значит просто, что если кто-то напишет карандаш, то наша ручка просто не покажется, это значит, что мы не заплатим и не потратим просто так деньги впустую, вот и все, поэтому нужно просто научиться фильтровать, во-первых, правильно составлять вот этот пазл, а пазл в моем случае, в моем понимании получается так, что я состою для каждой категории свой отдельный кампейн, в этом каждом кампейне я его разбиваю на отдельные ад-группы, ад-группы разбиваются у меня по производителям, естественно, это не стопроцентное совпадение со всеми другими магазинами, в моем магазине так работает, в других магазинах так не будет работать, нужно немножко по-другому разбивать, но в принципе смысл один и тот же остается, что мы поначалу запускаем рекламу вообще на минималке, то есть это 3-5 центов за клик, можно даже вообще по 1 центу за клик от 1 до 3 центов и смотреть, если есть у нас показы, impressions, это все, что нам нужно, то есть нам нужно найти самую минимальную стоимость за клик, по которой есть impressions, и потом подождать какой-то период времени, пока появятся эти impressions, когда у нас есть impressions, у нас появляются search terms, когда у нас появляются search terms, мы эти search terms можем фильтровать и отбирать из них весь негатив, вот все, что негативное в этом, мы удаляем, чистим карму этого кампейна, скажем так, когда у этого кампейна идеальная карма, там нет ничего негативного, мы можем добавлять стоимость за клик, то есть мы добавляем, уже ставим не 5 центов, а например 10 центов или 15 или 25, и тогда у нас остаются только те запросы, которые, ну скажем так, хорошие, положительные, и в принципе на них люди откликаются и покупают, точно так же параллельно мы берем эти же кампейны, смотрим, какие из них самые, скажем так, продаваемые, популярные, там вот, ну у нас будет количество заказов, мы смотрим по количеству заказов, какие из них самые рабочие, и из этих кампейнов, уже из самых рабочих, мы эти продукты подшаманиваем, улучшаем, делаем лучше описание, делаем лучше картинки, пытаемся выбить лучшую цену, ну и в принципе как бы движемся дальше. Ну на сегодня я думаю, что примерно все, максимум могу показать еще только здесь, не знаю, откуда здесь начать, я не знаю, откуда я здесь начал, но пускай будет, да, так, посмотрим, что здесь получается. Здесь получается, что, ну да, где-то, наверное, в 21 году вот тоже 0 конверсий, можем, кстати, в 21 год посмотреть, ради интереса. Не 41, а 31, 21 год, мне самому интересно на это посмотреть, что там было. Честно сказать, да, я даже в 21 году что-то заработал. Итак, в 21 году были кое-какие продажи, сравним их со стоимостью за клик, средней стоимостью за клик. Ну, как бы так себе, да, здесь пока еще нету, как таковой, нормальной статистики. Но в 21 году, когда же я начал, интересно, если за все время, это что, 21 год, да. То есть, ну, я начал где-то вот в 20 году, но тут ничего еще не было. В 21 году я уже запустил рекламу и начал. Но Microsoft я запустил немножко после того, как запустил Google. Сначала я поигрался с Google в какой-то период времени, потом запустил Microsoft. И меня часто спрашивают, стоит ли фокусироваться на Microsoft. Ну, вот цифры вам сами расскажут, стоит ли фокусироваться на Microsoft или нет. Если здесь за все время мы посмотрим. А. Так, почему она прыгает? За все время все кампейны. Вот. Здесь. Почему 13 год? Должно начинаться с 2017 года. А, это даже 2013 год. Ну, как долго он у меня просуществовал-то? Я не знал, что так долго. А, ну вот, в 17 году я начал рекламироваться. Здесь я только открыл рекламу, ну, открыл сам аккаунт. Ладно, в общем, я здесь продал на… То есть я потратил 50 тысяч, чтобы продать на 163 тысячи, один к трем. А здесь я потратил 56, чтобы продать на 190. Ну, примерно тоже один к трем. И что я хочу сказать, что я, в принципе, вот, ну, то, как делаю сейчас, я делаю это для себя. И если бы я был бы маркетинговым агентством, я бы действовал бы совсем по-другому. И, естественно, это была бы моя, как бы, фулл-тайм работа. И, ну, результат, наверное, был бы совершенно, как бы, другой, потому что я бы более был сфокусированным на этом. Я, поскольку занимаюсь и не маркетингом, я занимаюсь именно строительством самого магазина. Поэтому у меня даже просто построить магазин отнимает очень много времени, сделать описание продукта много времени, договориться с производителем, договориться о цене и, ну, много других нюансов. Поэтому у меня нету так много времени, как хотелось бы, чтобы уделять рекламе. Рекламой я вот активно занялся только вот сейчас, последнее время, ну, и, как бы, грубо говоря, последний год. Потому что, ну, просто, ну, ну, правда, нету времени заниматься рекламой, особенно поначалу. Это очень тяжело. Ладно, не буду повторяться. Спасибо всем за просмотр. До следующего раза.